20 ноября важная дата для Ненецкого округа. День памяти участников олено-транспортных батальонов. Сегодня в программе «Актуальное интервью» мы вспомним о подвиге героев. Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации Ненецкого народа ИСАВЭ Юрий Хатанзейский. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с этой датой. Расскажите, что для вас значит этот праздник? Ну, не знаю, насколько это праздник. По крайней мере, для нас это пометная дата для того, чтобы мы сегодня могли почтить наших земляков. Те, которые ушли на фронт, которые вернулись с победой, которые, к сожалению, не вернулись. И отрадно, что у нас сегодня есть такой памятник, к которому мы можем сходить, возложить цветы с соблюдением всех на сегодняшний день санитарно-генетических норм. И то, что эта дата у нас закреплена законом на территории нашего округа. Я с утра уже получил много обращений от наших друзей, от наших братьев, сестер, которые проживают на территории Севера, Сибири, Дальнего Востока, Российской Федерации. Все относятся с большим уважением к этой дате. И хочу сообщить, что в период проведения молодежного форума «Российский Север», который пройдет с 7 по 13 декабря текущего года в городе Мурманске, также будет открыть памятник. Это на самом деле очень для нас значимый день. К сожалению, сегодня история переписывается, и наша задача, я думаю, всех старших поколений наших, это доносить правдивую информацию о тех событиях, которые проходили в тот период. На сегодняшний день мы работаем на разных площадках иностранных государств, и, конечно же, будет очень обидно слышать, что где-то СССР была инициатором всего этого, и что от СССР все защищались. А это идет и довольно-таки активно пропагандируется. Поэтому одна из наших задач — это чтить память, это доводить достоверную информацию до подрастающего поколения. Конечно же, своим примером, путем проведения таких вот мероприятий, добиваться того, чтобы как можно меньше искажений было в истории наших народов. В этом году мы реализуем наш оригинальный проект, который называется «Герои Заполярья». Взяли мы три населенных пункта, это НЕСЬ, УМА и поселок Нельминос. И сейчас в эти дни на этих территориях, на территориях наших поселений, будут проводиться мероприятия, посвященные памяти Алина Трансбатальонов. Это и конкурс чечецов, это возложение цветов, это исторические справки, которые будут доводиться до нашего молодого поколения. Мы приобрели лампадки, приобрели цветы, приобрели военную форму тех времен и сейчас разрастали по нашим населенным пунктам. Также по возможности в населенных пунктах организуем чаепитие для старшего поколения, ну конечно же без нарушения тех норм, которые на сегодняшний день выработаны. Я рад, что мы работая в администрации, когда нам удалось установить памятник на транспортном батальоне, это было в 2012 году. И сегодня мы, по крайней мере, уже изготовив баннеры с изображением этого памятника, также разослали по населенным пунктам. Эти баннеры должны быть там развернуты. Мы же первые в России установили такой памятник, он был единственный. Да, и сегодня, когда речь идет о поле на транспортном батальонах, фотография нашего памятника. Герои Заполярья – это один из четырех проектов, которые вы реализуете в этом году. Расскажите об остальных. На сегодня герой Заполярья. Далее мы реализовали проект по подготовке нашей жительницы, жительницы города Наринмара, Булогина Людмила Алексеевна, по обучению ее в школе киностудии имени Митта. Она у нас закончила режиссерские курсы. Сейчас она вернулась на Ринмар, находится на самоизоляции. И надеюсь, в ближайшее время, когда, дай бог, со здоровьем все в порядке, значит она нам выйдет, все это расскажет. Я считаю, это тоже для нас очень значимо. Почему? Потому что не только история переворачивается, но, к сожалению, уходят и из жизни наши ветераны, с которыми необходимо общаться, с которыми необходимо фиксировать фото и видео документы, их воспоминания, их видение. Ну и, соответственно, конечно, ждем от Дмила Алексеевны хорошей работы в плане того, чтобы мы имели продукты, которые могли бы уже на долгие годы хранить и, соответственно, передавать уже нашим детям. Второй проект у нас это поездки нашего художника, мастера Учейской Надежды Алексеевны по населенным пунктам. Но пока, к сожалению, пандемия нас немножко обрезает, но, тем не менее, я думаю, что мы все равно потихонечку осуществим проект, проезд по населенным пунктам с проведением мастер-классов по художественной деятельности. И, соответственно, конечно же, расскажет мастер у нас, художница, о том, как она видит ту или иную ситуацию и представит, и, соответственно, пытается научить ребят выносить это на бумагу. Ну и грант еще, который мы сейчас будем реализовать, это проведение мастер-классов по декоративно-преклонному искусству, для того, чтобы наши дети приобщались к культуре коренных народов и, конечно же, могли в этом отношении самореализовываться. В этих проектах будет участвовать только нинейское население или вы приглашаете всех? Нет, всех. Конечно, всех. Мы не говорим о том, чтобы в чем-то ограничиваться. Абсолютно нет. Если есть желание, есть возможность поучаствовать, только милости просим, конечно. В этом году вы планируете принять участие в молодежном северном форуме? Даже знаю, что получили приглашение от губернатора Мурманской области. Расскажите об этом форуме и что дает участие в нем? Форум, который сейчас уже проводится в пятый раз, это инициатива нашей Всероссийской ассоциации коренных мастер-народов Северной Сибири и Дальнего Костока Российской Федерации. Иностранная аббревиатура РАЙПОН. В дальнейшем мы будем использовать слово РАЙПОН. Это общепринятая формулировка. И мы работали на первых форумах, где приезжали ребята со всех регионов и не только представители коренных народов территории Российской Федерации, но и других территорий. И данное мероприятие обучает ребят, учит ребят самовыражаться, то есть выдвигать свои проекты, представлять себя, представлять территорию, рассказывать о культуре своих народов, о народах, которые проживают на территориях их регионов. Учит общаться между собой, строить свое будущее. И те ребята, которые поучаствовали в таких форумах, после этого они, конечно, уже себя более активно позиционируют и уже имеют представление и заводят друзей со всей страны, и, соответственно, идет активное общение между ними. Вы являетесь у нас участником Арктического совета. Это такой крупнейший межправительственный форум, куда входят 8 стран. И в прошлом году, насколько я знаю, они поддержали наш проект, российский проект по сохранению северных языков. Вот есть какие-то уже методики, какие-то шаги, как будут сохраняться? Потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, мы говорим, как важно сохранять языки на каждых форумах, но конкретики у нас нет. И, к сожалению, язык мы скоро можем потерять. Утрачиваем, да, к сожалению. Да, с вами согласен. Арктический совет – это международная организация, когда Финляндия в 89-м году пригласила страны арктической зоны, циркумполярного округа. В 91-м году родилась стратегия развития арктической зоны, принятая странами, входящими, это, можно сказать, 8 стран, которые находятся в арктической зоне земного шара. Это показало, что необходимо данную работу продолжать, развивать. И в 96-м году уже был создан Арктический совет. Арктический совет – это площадка, где обсуждается очень много вопросов. И кроме тех стран, которые там участвуют, находятся в арктической зоне, участвуют и наблюдатели. Это страны, которые находятся и за пределами арктической зоны, и южной территории, где они тоже также активно участвуют. Ну и, конечно, те коренные народы, которые проживают на территориях арктической зоны. Мы представляем РАЙПОН, 40 народов коренной входим в Ассоциацию коренных мышц народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Российской Федерации. Мы, как один участник, далее это инуиты, это атабаски, алиуты, саамы, гвичины. И я вам скажу, что они очень активно продвигают вопросы по развитию территорий. Но здесь главное, что, значит, все прекрасно понимаем, что развитие одной территории, оно ничего не дает. Здесь однозначно надо разговаривать о развитии территории всех стран. И, конечно же, с учетом тех знаний, того опыта, который имеют коренные народы на территориях их исконного проживания. На сегодняшний день мы не можем выезжать на различные форумы, на встречи. Поэтому сейчас мы работаем уже с весны этого года в режиме ВКС. То есть буквально вчера мы закончили третий день заседания. Мы работаем, можно сказать, ночью, где-то до 11, до 12 часов ночи, в связи с тем, что у нас это вечер, начало работы. В Исландии, которая сейчас является председателем, это рабочий день, это где-то примерно часа три. В США, значит, в Америке, в Канаде это день, так сказать, дообеденный. Но если брать относительно, брать Алиутов, то у них раннее утро, они часов в 5 утра начинают работу. Поэтому, учитывая мнение, так сказать, и положение всех стран, конечно, приходится немножко выходить за рамки рабочего времени. Но я считаю, что это ничего страшного. Почему? Потому что здесь представление всех интересов. На сегодняшний день, значит, мы вот начали работать, когда я пришел в Радический совет, была представительствованием, занималась Финляндия. Мы отработали, но, к сожалению, тогда Орваньевская декларация не была принята в связи с тем, что американская сторона не подписала. Ну, и тогда было заключение всех стран, значит, подписано, но декларацию не приняли. Условие такое, что все страны, все страны-участники подписывают данную декларацию. Орваньевская декларация не была подписана. Вот сейчас уже второй год, можно сказать, полтора года, она в качестве представителя отработала Исландия. Она год нас любезно принимала, и было множество мероприятий, министерские встречи. Вот, ну, сейчас вот с этим мы работаем в режиме ВКС, с чем, конечно, для них это не совсем удобно. Они хотели бы нас всех видеть там у себя на территории, да, они об этом очень сильно сожалеют, но все прекрасно понимают, в связи с чем это все. Вот, и с мая 21-го года, то есть через полгода уже вступает представительство не Российской Федерации. Это очень серьезное, очень ответственное мероприятие. Почему? Потому что все прекрасно понимаете на сегодняшний день ситуацию внешнеполитическую. Вот, очень все пристально за этим наблюдают. Вчера полномочный представитель Министерства иностранных дел доложил об основных направлениях работы в Арктическом Совете в период представительства нашей страны. Вот, и на сегодня, значит, страны уже понимают, хотя было очень много вопросов, что будет Россия ставить приоритет, какие направления, что, значит, в первую очередь будет. Вот, и, конечно же, вчера получив ответ, значит, вопросов было задано немного, очень даже немного. Почему? Потому что было, ну, на мой взгляд, было очень доходчиво объяснено, что, что мы хотим, это, конечно же, в первую очередь развитие телевизорического потенциала на территории Арктической зоны. Это вопросы, связанные с экономическим развитием, это вопросы, связанные с экологическим развитием. И на сегодняшний день, вот, четко раскладка дана, направлены документы нашим странам, участникам. Вот, и я думаю, что на ближайшем заседании уже старших взрослых лиц мы эти вопросы все обсудим. Очень важно то, что к этому очень пристально на всех уровнях власти нашей страны идет активное, внимательное участие. И наша территория Ненецкого округа, она также входит в зону Арктической зоны. Вот, в этом году, буквально до осени была утверждена стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. И важно, конечно, то, что развитие Северного морского пути очень заботит наших иностранных партнеров. Они очень внимательно к этому относятся. И, конечно же, изменение климата, которое на сегодняшний день все, я думаю, что уже на себе прекрасно ощущаете. То, что происходит таяние льда, это нагревание земли, и эти необратимые процессы, конечно, надо предусматривать. Ну, и, конечно же, большой вопрос возникает по выбросам, которые происходят у нас в Арктической зоне. Это тот мусор, накопленный ущерб, который на сегодняшний день, это зеленое топливо, которое на сегодняшний день активно используется. Но мы говорим, что надо к нему очень осторожно относиться. Почему? Потому что принцип «не навреди», он должен работать у нас со всех сторон. Да, и соглашусь с вами, что культурное наследие коренных народов считается мировым достоянием. И здесь одно из направлений, конечно, это изучение родного языка. На территории нашей страны сейчас в рамках Арктического совета участвляется проект «Дети севера», в котором мы тоже активно участвуем. Представляла его сейчас президент Ассоции учреждений родных языков, Инна Матвеевна Лиханова, буквально две недели назад, когда было заседание. И этот проект сейчас дальше продолжен, он будет дальше работать, ну и, соответственно, конечно, будет наполняться новыми мероприятиями. А как, на ваш взгляд, какими методами нужно привлечь молодежь, детей к изучению родного языка? Как их заинтересовать? Да, хорошо сказали, что на самом деле надо их заинтересовать, потому что на сегодняшний день есть возможности, я считаю, хорошие возможности, и по изучению любого языка. И ненецкого, и коми-языка, и английского, и китайского, и любого языка можно в интернете найти и методики, и материалы. И самое главное здесь, конечно, это желание. Желание, ну, во-первых, это создание языковой среды, чтобы люди, находясь в языковой среде, они путем, так сказать, погружения могли изучать, разговаривать на родном языке. Но дело в том, что изучение языка с нуля, так как изучение неродного языка, оно довольно-таки сложное. Почему? Потому что для того, чтобы владеть каким-либо языком, в том числе родным языком, конечно, это необходимо прививать с детства. Вот это идет все с семьей. И если дети с малолетства разговаривают на родном языке, они начинают думать на этом языке. Здесь очень важно как раз переломить процесс мышления и перейти на мыслительный процесс, и перевести на другой язык. Тогда, конечно, будет эффект. Ну, а когда мы, ну, знаем там пару фраз, пару слов, конечно, это недостаточно. Плюс отсутствие языковой среды. Мы рано или поздно, не пользуясь языком, конечно, мы начинаем его забывать. Ну, а я думаю, что возбуждать интерес надо, да, конечно же, его в первую очередь в семье. Если сами родители старшего поколения будут общаться с подрастающим поколением, соответственно, подрастающее поколение будет более заинтересовано, больше будет уделяться внимания, вот, соответственно, и, конечно, результат будет совсем другой. Бюджет следующего года очень напряженный. Будут ли сохранены льготы для КМНС, оленеводческих хозяйств? На сегодняшний день бюджет еще не принят, но на комиссии депутатов он рассмотрен. Эти гарантии сохраняются. Понятно, что говорить о новых гарантиях, о новых мероприятиях не приходится. Мы понимаем, что бюджет не резиновый, и на сегодняшний день, конечно, очень важно это выстроить приоритеты, вот, и, конечно же, очень важно достичь тех целей, решить те задачи, которые перед этим ставятся более эффективно и, может быть, на самом деле, рассматривать те мероприятия, которые не требуют финансирования. И чтобы эти мероприятия также были наполнены и в программах, пусть они будут без бюджетного обеспечения, но, тем не менее, они реализовывались. В прошлом году ассоциации ИСВ исполнилось 30 лет, круглая дата. Юбилейный год у вас, я так понимаю, продолжается. Какие мероприятия запланированы, и что было сделано вот за такую 30-летнюю историю? 30-летняя история – это довольно-таки немаленький шаг в истории нашего округа, но хотелось бы сразу отметить, что идет сейчас цикл юбилейных мероприятий по практически всем, так сказать, региональным отделениям Всероссийской ассоциации. В марте текущего года Всероссийской ассоциации также исполнилось 30 лет со дня создания ОТПУК. Сиспандемия была перенесена на сентябрь, вот в конце сентября мы съездили в Москву на форум, на юбилейные мероприятия, где также в рамках была проведена ярмарка-уставка «Сокровище Севера», фестиваль «Кочевия Севера», был проведен Камчатский фестиваль «Ал-Халалай», который собрал много людей, и было очень приятно пообщаться, и самое главное – это было отдано дань уважения нашим старшим поколениям, которые стояли у истоков создания Всероссийской ассоциации. Но, к сожалению, не все наши, так сказать, старшие товарищи поехали, я их тоже понимаю, они опасаются за свое здоровье, и слава Богу, что у нас это мероприятие состоялось. Вот, наша ассоциация была создана, ассоциация СВ, 12 декабря, в декабре 1989 года, вот, мы также провели свое юбилейное мероприятие, составили цикл мероприятий по нашим структурным отделениям, вот, и, знаете, что, наверное, самое главное, это, наверное, во время сказать людям спасибо, поэтому мы номинировали наших активистов на различные награды, вот, начиная от региональных, от муниципальных наших, и заканчивая наградами по расширению Всероссийской ассоциации, Федерального агентства по делам национальностей, Министерствами просвещения, Министерствами здравоохранения, и на сегодняшний день мы этот цикл награждений, по расширению участвований наших ветеранов продолжаем. А кто стал инициатором создания ИСАВЭЯ? Инициатором сам инициский народ, вот, ну, понятно, что это было при поддержке органов власти на территории нашего округа, тогда был проведен съезд, был очень массово и широко, и слава Богу, что на сегодняшний день наша ассоциация продолжает свою деятельность, и понятно, что я сейчас уже седьмой президент, понятно, что я тоже в свое время уйду, и главное, чтобы наше молодое поколение подхватило это знамя и дальше продолжили свою работу. Сколько сейчас людей в вашей организации? В нашей ассоциации как только у членства нету, вот, ну, с учетом того, что перепись 2010 года у нас показала 7504 человека, которые отнесли себя к ненецкому народу, ну, мы примерно говорим, если от тихонечка отводим детей, которые еще не осознанно, значит, мы за них не решаем, ну, порядка 5000 мы считаем, что в нашей ассоциации состоит, у нас, еще раз повторю, у нас нет членства, поэтому мы каждого представителя, каждого жителя округа, который относит себя к коренному населению, также и за пределами, мы считаем их своими членами, членами нашей ассоциации, мы очень активно работаем с представительствами за пределами нашего округа, это итосовые, которые находятся у нас в Архангельске, это землячество в городе Москва, в котором говорят в учительстве, Вячеслав Алексеевич, вот, активно общаемся с Снятвой, которая находится у нас в Санкт-Петербурге, с Константином Кимовичем, и вот это вот все, это, ну, я считаю, часть целого и все то, что направлено на то, чтобы мы делали на территории нашего округа жизнь людей наших еще более благополучнее. Какие проекты планируете еще реализовать? Наверняка выделили какие-то направления? Да, сейчас одно из направлений, конечно, это язык. Вот, если брать перепись 2010 года, то у нас носители оставалось на тот период порядка 750, которые указали в своих анкетах, что они владеют родным языком. Если брать перепись 2002 года, то там было указано 2409 человек. То есть, представьте, у нас около 70% носителей языка мы потеряли. Но, в основном, это старшее поколение, оно, к сожалению, у нас уходит, да. Вот, молодое, как бы, это им не востребовано. Поэтому, конечно, одно из приоритетных направлений – это сохранение, изучение, популяризация родного языка. Поэтому сейчас мы обсуждаем создание такого фестиваля, вот, может, даже дадим этому фестивалю имя, которое будет у нас отходить из муниципальных образований, поселения там, где будет первый этап муниципальный, где участвовать будут не только дети, а будут участвовать семьи. Вот, и понятно, что нужно продумать хорошее вознаграждение, ну, пусть даже не скажу, что хорошее, но достойное вознаграждение за их участие, чтобы они могли с детьми, с бабушками, с дедушками своими вечерами там дома, значит, изучать сказки, читать там стихи, значит, изучать родной язык и, соответственно, после этого уже выходить на сцену, представлять свое, свои знания, свое мастерство. Ну, а потом уже вывозить их на оригинальный уровень и здесь уже на площадках в городе, на Ринмаре, показывать это для людей, и, ну, больше не то, что для людей, а для самих себя, чтобы они понимали, что это на сегодняшний день очень важно, это все на самом деле реально, и это очень интересно. Если мы будем окунать их, заинтересовываясь с помощью родителей, с помощью старшего поколения, я думаю, что и, конечно, и подрастающее поколение подтянется. Поэтому сейчас вот такие планы. Ну, а так вот, конечно, и вопросы трудоустройства наших людей, вопросы здравоохранения, вопросы защиты окружающей среды, очень активно сейчас, буквально недавно мы связались с агентством по развитию сельских инициатив, вот, обсудили ряд проектов, которые они могли бы также поддержать, вот, ну, и, конечно же, и поиски финансирования, поиски инвестиций. Мы не хотим все уложить на бюджет, это, я считаю, не совсем правильно, мы можем находить инвестиции и с других сторон, и на сегодняшний день, это у нас сейчас идет в форме диалога, также недавно мы проводили ВГС с рабочей группой по коренным народам Баренцево-Арктического региона, это народы, значит, у нас ненцы, вепсы, самые с российской стороны, самые с шведской стороны, самые с финской стороны и самые с норвежской стороны. Это взаимодействие уже продолжается очень много лет, и на сегодняшний день одно из, также из наших приоритетных направлений работы, это международное сотрудничество, и также вопросы культуры и языка мы ставим там, вот, в угла в угла. Вы часто путешествуете, да, в рамках международного сотрудничества, вот, какие-то практики хотите реализовать, вот, на территории Нинецкого округа, что-то увидели, вот, как у них сохраняются языки? Практик, на самом деле, достаточно, вот, за эти годы я поездил и поучаствовал в различных мероприятиях, вопросы сохранения языка, культуры, не только коренных народов, и вообще народов, которые проживают на этих территориях, это и Финляндия, Германия, Исландия, Норвегия, Швеция, вот, были и во Франции, в Париже у нас мероприятия, но дело в том, что практики здесь хорошие, но надо их перерабатывать на нашу, на наш менталитет, в первую очередь. Менталитеты наших народов, они очень разные. Есть много схожего, но есть, и, конечно, много разного. Поэтому сейчас эти практики мы активно обсуждаем с нашими активистами, и сегодня та поддержка, которая идет в рамках реализации их деятельности, конечно, хотелось бы и понимания на территории нашей страны. Это заключается в том, что, как бы мы ни говорили, понимание федерального законодательства, регионального законодательства, конечно, в большей степени зависит от наших региональных властей, как мы им это все донесем. Учитывая то, что наша страна огромная, и есть ряд субъектов, в которых практики тоже очень хорошие. Это и Мало-Ненецкий автономный округ, и Якутия, и Хантамансийский автономный округ. И мы ее берем не только с наших иностранных, но и, конечно же, берем опыт работы с наших соседей, с наших отечественных регионов. И как раз они сейчас выливаются в наши проекты. Юрий Аркадьевич, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Пожелаю успеха вашей организации и новых хороших проектов. Спасибо. Вам здоровья, успехов, всего самого доброго. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был президент Ассоциации ЕСАВЭй Юрий Хантамзейский. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok